Игнатий Тихонович, в прошлый раз связь была плохая, видать воскресенье, и люди активно сидят в соцсетях. Вот, первый вопрос мы разобрали, я понял с точки зрения описания, как и что. Сразу спрашиваю, Александр, вы не против, что все записывается, в интернет выставляется? Нет, не против, ни в коем случае. Все, слушаю вас, пожалуйста. Игнатий Тихонович, самое интересное, когда люди идут в магазин скупаться за едой, там видеокамеры снимают, они не против, не боятся. А когда начинаешь так снимать, то они начинают прятаться. Вот, это очень интересно, вот эта штука. Вот, Игнатий Тихонович, вот, как вопрос закончим, я буду зачеркивать, чтобы не путаться, хорошо? Хорошо, хорошо. Вот, первый вопрос я зачеркиваю. Так, второй вопрос мне интересует. Лагерстан, устав вашей деревни. Вот, там мне интересно, как у вас устроена вот эта вот община, как правила действуют. И там все строго по, то бишь, собирается у вас как с консилиум, братья, и решает вопрос, то бишь, выбыть человеку из общины, или он остается по решению, допустим, главнокомандующего, то бишь, вас, Игнатий Тихонович, правильно понимаю? Ну, кое-что можно сгладить как, потому что, когда человек приезжает, он подает письменное заявление. А почему? Деревня-то необычная. В Российской Федерации, у меня устарелые данные, это несколько лет назад было, исчезло 21 тысяча сел. 21 тысяча, так бери и начинай где, получи статус, строй школу, строй храм. У нас правило, в обнаженном виде не ходить, вот женщина, когда бывает в бюстгалтере, загорает. А я не хочу, ну не хочешь, бери другое. И когда человек о нас узнает, ну мы узнаем, что 5 качеств, которые должны быть у него точно, доказать он должен, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Все. Вот тогда и есть средства для того, чтобы начать с нуля, построить дом, хозяйство, скотину завести. Ну вот, допустим, первый год, когда мы начали, газеты, центральные комсомольцы, аргументы и факты пропечатали про нас. Поступило полторы тысячи заявок. Тысячи пятьсот. Мы ответили положительно только на три. А остался один. Почему? В первую очередь человек приезжает и говорит, у меня все, что вы говорите, есть. У меня средства есть, но я матерюсь. Он не скрывает, потому что из него это полезет. Но не можем мы разрешить это. Никак. И вот так человек что-то приезжает где-то, а один приехал, у него, как говорится, торпеда называют, ампула вшита от пьянства. Ему разрешили, у него все как положено, и женился. Ребятишки пошли. И он как закрутил по полной. Мы сразу провели собрание. Его несколько раз предупреждали. Он не понял. Теперь он сказал бы, я никуда не поеду. Нет. Мы договорились. Он подписал бумагу. Да она это не имеет юридической силы. Но перед Богом она имеет силу. А то у нас Конституция Российской Федерации, она что Российская Федерация, одних подлецов собирает. Слово не держит он и предатель Иуда. И вот прошло собрание, выступил каждый. Ему дали, конечно, все это записали. Он ничем не может оправдаться. Никак. Съезжать надо. Поэтому дом продает, и ребятишек с собой, и уехал. А бывает так, даже не построился. Сразу начал крутить, вертеть. Вот у нас-то из Белла не построился, недавно с Украины один. И он-то нападал со всякой пакости-то. И теперь, вот это люди со вздой, а я взду сбросил, никому не подчиняюсь. А у самого даже гражданства нет. Ну что мы даже делать? Мы с таким трудом это все добивались. Через Думу Верховную в Москве, чтобы дали статус деревни. Ее нанесли на карты. Какой порядок. У них все это в краевом отделе юстиции. А человек приехал, он ничего еще не знает, и все. Вчера причащался, а сегодня против. Провели собрание, и ему сказали. Ну никак. Но мы что должны делать-то? Для этого власти есть. Мы обратились к власти. Власть, когда пришла, приехала. Мы говорим, дайте нам справку, что ему вы разрешаете. Без гражданства, без регистрации жить. Чтобы нас потом не обвиняли. Мы на особом учете стоим. Одна деревня на всю страну. Ну, да нет, вот нет. Я говорю, тогда разберитесь. Вот они приехали, раз ему дали указание выехать там через месяц. А он пренебрег. Ну, как говорится, в наручники кидали в каталажку, а потом домой по этапу. С властью не надо так конфликтовать, иначе тебя зажует, как Солженицын говорил, в шестеренке-то. Вот и все. Как мы не разрешаем. Он сам на это пошел. А который приезжает, и вот приехал молодой парень, он мне племянник даже. У него ничего сильно-то и нету. Он с нуля начал строиться. Вот третий год строится деревянный дом такой, самый красивый в деревне. Он медленно, где-то кто-то поможет. Тут же рядом отец живет, еще два брата. Он не один. А это я один приехал. Я вот, ничего ты не построишься. Вот у нас сейчас один такой есть. Конфликт возник позавчера. Тоже с Украины. И ему все объясняют. Он давай там порядки наводить в храме. Они так стоят. У нас какой порядок, ты посмотрел бы, как одеты. А он нет, что давайте отдельно женщина обгородим. И начал говорить нехорошие слова. В один миг перессорился со всей деревней. Вчера прошло у них совещание. Ему дали определенное правило, как он будет смотреть. Я с ним переговорил. Два ролика уже стоят на это. Игнатий Тихонович, этот, честно, не гоните Никиту. Он, ну, хороший он парень. Я вот сколько у меня вот видео есть. Вот смотрите, я вот писал вам, сколько у меня вот ваших видео есть. Я на компьютере их оставляю и никуда не рисовал. Только для себя, чтобы впитывать каждое слово. Потому что многого вы меня научили. Вот сейчас покажу, сколько у меня видео. Вот сейчас. Видно? Да, видно сбоку. Вот, 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 смотрите, сколько. Ну, это еще немного. У нас знаете, сколько роликов? 11 тысяч. 11 тысяч. Ну, у вас тут сколько? Ну, сотни, две, больше-то нет, наверное. Надо посчитать. Я не считал, но очень много полезного видео. Ну, да. Я, вот, ну, Никита хороший парень, он просто, он горячий. Мне вот 30 лет сейчас исполнилось, вот в апреле, 5 апреля. Вы знаете, я как-то поутих. Раньше такой пыл был такой, знаете, как бык на красную тряпку. Вот пер, вот, вот я так сказал и хочу. А вот потом как-то пыл утих, и я Господа просил. Я молился постоянно, чтобы, этот, Господи, направь меня на пути, дай мне в разумление ума. Я не знаю, что мне делать. Вот, и Господь как-то меня определил, вот, да, сопротивление есть. Я чувствую, что гадости делаю, делал. Ну, не хочется, чтобы я вот в храм ходил или рассказывал о Христе и Евангелии. У меня дома три Евангелия. Я когда был в январе в Тюмени, обследование медицинское проходил, вот, на вокзале, там был этот, маленький закуток, где продают, ну, иконы, Евангелия. Я там увидел последний Евангелие и купил его. Там был дедушка с бородкой такой, ну, хороший такой. Вот, он говорит, я тоже смотрю, Игнатий Тихонович. И мы как-то совпали вот так вот, как-то интересно совпали, мы начали общаться. А вот, вы знаете, у них там община такая вот, а вот Игнатий Тихонович рассказывает про Евангелие. Места из Библии интересные говорит. И как-то интересы сошли. Действительно, вот, Господь вот как-то сводит людей вот так по интересам, вот, по святым писаниям. Вот. Что хочу сказать. Вот, Никита, он, ну, жалко, он, он как бы молодой еще, он просто... У нас тоже в храме такое есть, что вот женщины стоят с мужчиной, а иногда даже, знаете, говорят по телефону, сидишь, вот придешь, вот я четки возьму в руки и давай каждую эту бусинку в руках, каждый палец вот так, перебираю вот так, и сижу молюсь, вот, или стою, или на коленях стою, вот. Вот, а женщины сидят рядом, либо по телефону говорят, либо между собой какие-то мирские проблемы глупые обсуждают. Прямо внутри храма? Да, да, да. Где, знаете, вот, я потом покажу вам это фото нашего храма, где они сидят. Там лавочки, а сзади лавочек иконы. Икона Сергея Радонежского и икона, большие иконы такие, метровые. Икона Глеба и еще как-то называется. Два брата они. Вот, они сидят в храме и между собой мирские проблемы обсуждают, кто в огород пошел, кто там что купил по скидке. И давай по телефону звонить, узнавать, а там есть скидки или нет. Я им замечание сделал, сказал, извините, вы бы не могли бы не говорить по телефону в храме. В храме запрещено разговаривать. Потому что там перед входом висит правило, где, как нужно себя вести. Они посмотрели на меня гневно так, вот. И говорю, вообще женщины у нас сидят слева, по левую руку, мужчины по правую. Женщина повернулась и сказала, ты бесноватый, я отсел от меня. Я говорю, ну, хорошо. По святому писанию Иоанн Желталус пишет, что запрещено женщине в храме говорить. А вы мне говорите, что я бесноватый. Ну, ладно, это Господь вам правит, Бог вам судья. Вот. И с тех пор я перестал кому-то замечание делать. Разговаривают, пускай гудят во время причастия. Разговоры, шумы вот это толкаются. Не христианский образ поведения, а абсолютно. Все обсуждают вот это мирское. Все мирское должно быть за дверями, абсолютно. И порой злость такая возникает. Знаете, хочется заурусы их выворокать за двери храма. Но я так делать не буду, потому что я христианин, руку не могу поднять на брата ближнего своего. Вот. Вот с батюшкой разговаривал. Батюшка Рафаил, вот, он из мусульманства перешел в православие. Он батюшка сейчас у нас работает. Хороший батюшка, очень люблю. Батюшка, он хороший. Он говорит, ну, не стоит, не обращай внимания на них. Это, ну, мирские люди, они не поймут. Они пришли, вот, свечи поставили, там, пуд свечей купили, поставили, там, и ушли на полгода. Вот. Единицы, кто Евангелие читает и Библию. Ну, как-то так, Игнатий Тихонович. Ну, как, не годится так. Вот у нас за все время, допустим, ну, 27 лет. И не было такого случая, чтобы сидели, в фраме разговаривали, до службы или как. Вообще у нас полный порядок. И поэтому то, что хотел Никита еще-то наводить, это, иначе не назовешь, как глупость стопроцентная. Одеты благоприлично. Слева, справа женщина. Слева женщина, справа братья стоят. Ну, сейчас сказали ему, в притворе насходися, и там, чтобы его не смущало, повязку надень черную на глаза. Что я могу с тобой сделать-то? Это твой вопрос. Почему это из-за тебя мы даже что-то тут... И со всеми перессорился в один день. Сказали некоторые женщины, даже и во двор не заходи, просто оскорбил. Ну, и что, он хороший. 30 лет-то, почти 30 лет, но пора задуматься. А от своего-то ничего нету. И поэтому ему сейчас везде где-то нельзя заходить, где-то что-то. А не так будет, его просто ограничили действие, и он ни шагу не шагнет. Ничего своего нету. Где он будет, чего доставать, хлебы. Тут все у него есть. И вдруг начинают заводить вот такое дело. Все понятно. Ну, я тогда... Мне все понятно, досконально. Я тогда зачеркиваю второй вопрос, который... Этот вопрос разобран. Третий вопрос касается, наверное, наболевшей темы у вас. Это паспорта опять вот эти вот. Ну, и что? Дело в том, что в 15-16 году я чуть с ума не сошел. Я писал вот эти вот отказ от Уэка. Все вот бегал, вот это вот волосы на голове клочками рвал. Надо отказаться, вот надо то сделать. До завтра уже придет этот антихрист. Господи, спаси, сохрани. Вот он придет, все захватит и все погубит. Ну, страх был. Написал Уэк отказ в Москву. Вот. Вот, приняли, что отказ. Вот. И чуть бы уже не начал сжигать все карты, все паспорта. Думаю, а правильное дело, Господи, направь на путь истинный. Я сойду с ума так далеко и до психбольницы загреметь. Ну, вроде как Господь управил, перестал маяться этим. И перед этим я еще посмотрел ваши видео про паспорта, где вы говорите, когда вы поручали паспорт нового образца, где 17-летний юноша говорил, что, ну, якобы там печать на убу. Вы так смешно говорили. Якобы там печать поручили и паспорт там, что надо все сжечь сюда-сюда. Но как-то это все не вяжется. Как-то какая-то бумага, которую просто мы носим, и печать на убу. А какое оно отношение имеет к печати на убу, я так и не понял. Какое-то устройство там что-то на убу вырезает. Да это как-то... Да чушь какая-то полная. Ну, Господь управил, я молился долго. И больше не занимаюсь вот этой ерундой. Эти паспорта, эти вот эти вот все инэнэм, все это... Ну, да чушь какая-то полная. Ну, чуть с ума не сошел. Не хочу, конечно, клеветать, но чуть не дошел, как Роман Малыш вот там вот уже в печку все кидает. Ну, как-то так, Игнатий Тихонович. Ну, правильно рассудили. Какое отношение имеет бумажка там к колбу? Она никогда не прикасалась к нему. Глупость. Отречение будет от Христа. И только тем дается знак. И не печать написано, начертание. Даже сказать правильно не может. А что вы так часто пьете? Почему? Это как? Это чай. Я не пьющий вообще, не курящий, не матерюсь. Вот. И чай пью. Ну, просто как-то... Да нет, нехорошо. Мы разговариваем. В это время не надо. И второй вопрос. А почему фуражки? Фуражки? Ну, терпим. Это мы постоянно говорим. И помолиться не можете. Эта молитва закрывает. Написано, говорит, мужчина, молящийся с покрытой головой, постыжает голову. Вот так. Вот лишь два маленьких вопроса. Мы сразу с вами решили. В храм захожу, я всегда снимаю кепку ее в сумку. Вот. Четкие в руки телефон выключаю. И вот только молиться. Все. Назад не смотрю. То бишь, не отворачиваясь от иконы, от святых мощей, от алтаря. Назад не смотрю. Я стараюсь даже, знаете, как вот... Ноги вот, когда батюшка кадит иконы, надо в центр вставать. Вот. Назад я отхожу, знаете, как вот... Не поворачиваясь назад, а как бы стараюсь как спиной подойти, вот так вот, как задним ходом. Ну, где-то что-то рукой вот так к стенке подойти, чтобы не отворачиваться от мощей. Только когда домой ухожу, только тогда уже окончательно перекрещусь. И это три раза. И выхожу из храма только так вот. А так не отворачиваюсь, нет. Фактически устав знаю, что не разговаривать там, не обсуждать, не отворачиваться от святых мощей. Вот. Не отворачиваться от мощей, такого правила нету. Это придумали люди. Они везде, во всем мире, куда ни повернись, и мы сами себя можем мощей представлять. Никак. Надо необходимость повернуться, не надо... Это для целомудренных женщин не разрешалось поворачиваться в мусульман. Лев Толстой пишет, Ильяс, рассказ такой. А у нас этого нету. Мы не знаем, у нас мощей никаких и нету. Ну, только в Антиминсе, где есть, и все. Ну, я имею в виду икона Христа, икона Ивана Златовуса, Сергея Радонежского. Вот. Ну, я про это имею в виду, что не отворачиваться, а только вперед. Да нет, икона во всем храме. Как требуется повернуться, и все, мы икон боимся, это всего лишь изображение. Мы когда разговариваем, к Господу Христу кто-то подходил, они же уходили не сзад петки, а прямо поворачивались и уходили. Это ничего не дает. Нет, это никакого отношения ни к благочестию, ни к чему не имеет. А так вот по слуху услышали, а вот это так-то, повернуться так-то. Ну, нормально стоять, нормальные поклоны сделать, что здесь коснулся, чтобы центр лба, где пуп у тебя, правое плечо и левое, чтобы прямая была поперечина где-то, и поклон, чтобы рука могла пол достать. Доставать не надо, ну, силу поклона. А земной это лбом, руками, коленями коснуться земли. Вот это правило есть. Берсеневские там лиски все это перепечатывают. Понял. Ну, третий вопрос непонятен, я зачеркиваю. Да. Не бойтесь ни мощей, ни икон. Угу. Ну, просто мне с детства такой страх, я боюсь Бога. Вот никого толком не боюсь, боюсь только Бога. И вот постоянно думаю, что вот что-то не так сделаю, сейчас вот Господь накажет мне там здоровье, что-то убавится, или что-то поправит. Я всегда боялся Бога. Всегда, абсолютно. Я всегда знал, что есть кто-то на небе, и только Он решает, что будет, и как зависит будет, только от Его решения, больше ни от кого. Вот. Не от каких-то там людей, или там что-то, там кто-то из людей что-то сделает, там поменяет цифры на деньгах, или что, всегда только от Бога зависит. Вот что-то не получается среди, допустим, людей, а через какое-то время, помолившись и смирившись, что Господи, да будет воля Твоя, как Ты этого хочешь. Не идет это ко мне, ну, значит, не надо. И через неделю, две, буквально этот вопрос разрешается. Ну, как так? И причем не один раз, а бывает по много раз, там по 10-15 раз. Просто удивительно это происходит. Вот. Ну, следующий вопрос, четвертый, он касается переезда в другую страну. Сейчас очень много людей, ну, как, переезжают, ну, как, по своему, так сказать, желанию, тоже православные бывают, переезжают, к примеру, вот в Америку, есть видеоблогеры, которые переезжают в Америку, они там себя нашли, допустим, ну, тот же заработок, вот, ну, что-то не устраивает, к примеру, в этой стране, там переезжают, там, в Америку или в Австралию, куда, ну, там тоже есть православие, батюшки есть, вот, храмы есть, и вот, хотел посоветоваться с вами. Мне приглянулась Америка, вот, и с точки зрения, ну, как бы, мирского заработок, и, ну, и христианства, там, батюшки тоже есть, вот, можете посоветовать мне, просто я не знаю, с кем советовать. Библия далеко? Сейчас принесу, сейчас принесу. Открывайте, я буду считать вам ответ. Открывайте, пророка Исайю. Так. Вот открыли? Да, 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 первый вот. Вот, пророка Исайя, хорошо. Открывайте 13-ю главу. Так. Глава, первая глава. 13-я глава. А, вот. 14-й стих. Считайте. Бытие и было во дни... Нет, не бытие, пророка Исайя. Исайя. А. Так. Пророк Исайя. Там, за Псалтирию, за притчами, и дальше, смотрите. Притчки, вот. Вот за ними, и дальше Исайю, там, вы видите. Сирахам. Сирахам, за ним Исайя. А, вот. Так. 13-я глава, 14-й стих. 14-й. Близко время Его и незамедленно... Нет, 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 нет. 13-я глава, 14-й стих. Так. Вот глава 13-я. Вот. 14-й. Вот это Игнатий Тихонович. Ну да, да, да. Это плохо не видно мне. Считайте 14-й стих. Отвечайте. Вам ответ дается. Вот. Глава 13-я. 13-я. Вот. Исайя. Так. Пророчество о Вавилоне, да? Да нет, какой Вавилон. Глава 13-я найдите. 13-я. Ну вот написано 13-я глава. 13-й. 13-й. Цифра 13. Из 14-й стих откройте. Ну вот у меня большой цифрой 14. Это написано «Близко время Его». Это не так? Нет, нет. Нет, вы... Ну посмотрите, какую книгу открыли. Как название книги? Библия Игнатий Тихонович. Да это книга. 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 А у нее в книге разное название. Бытие, исход. А это пророк Исаия. А у меня просто Исаия написано. Ну ладно, просто Исаия. 13-й главы, 14-й стих. Так. 14-й стих. Так. Здесь возьму. Для сего потрясу небо. Вот это? Да нет, зачем какое небо-то? Ну посмотрите, что вы читаете-то? Какая книга? Вверху какая книга написана? Вверху Исаия. Так, 13-й цифра. Найди глава 13. Вы... 13. Как долго возитесь, Тё? 13. Вот, глава 13-й, 1-я. Иеремия 30. 14-й стих. Да Иеремия-то зачем? Когда Исаию смотрим. Так, не достаточно. Я вам считаю. Ладно, закройте Библию. Вы совсем ее не знаете. Смотрите, 14-й стих. Тогда каждый, внимательно слушайте, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в землю свою. Русские к русским из Америки. А я в Америку поеду. Я на них смотрю, как на изменников. В стране что-то трудно, а я поеду за лучшим заработком. Да кто ж так делал? Другое дело, нечего было бы хлебать. А то и хлеб в магазинах, все есть. Какую еще свободу надо? В Америке давно эти свободы в глаза не видали. А у нас ходят, проповедуют, говорят, там тебя живо научат. Америка. А на весь мир угнетает Америка. Я закон не нарушаю. Я живу, этот законопослушный человек. Вот и живите, сесть дома, никуда не ездите. Вам ответ. Господь дал ответ. Нет, каждый побежит к своему народу. И каждый побежит в свою землю. Земля наша русская. Еще ради я пошел бы там какие-то обедки собирать. Игнатий Тихонович, а вот эта Библия, книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, она правильная? Тут написано «Издательство Московской Патриархии». Правильно, можно не проверять. Патриархия издает только правильное, синодальное. А вот у меня еще есть книга такая, этот, там, сейчас, подождите. Не, не надо, не надо, не ходите, Александр, у нас время зря уходит. Не, 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 я пять секунд. Тут мне этот, моей маме отдала женщина, вот, а я не знаю, кто она, эта католичка или нет. Вот, жизнь Господа нашего Иисуса Христа, вот, вот такая вот. Ну, подождите, подождите. Иисуса Христа. Так, а ну-ка, откройте первую страницу, посмотрите, кто издал. Сейчас, подождите, я открою последнюю, тут написано... Нет, первую. Я говорю, первую, а вы последнюю. Последняя там тираж только указывает. А здесь, кто благословил или что-то, хотя бы узнать приблизительно. Сейчас, 84-ми картинами, 106, другими рисунками. Составитель по Евангелию Пуцикович. Издание 8-е, издание книжного магазина Луковникова. Санкт-Петербург, Лештуковь. Переурокль. Ну ладно, я не знаю, по корочке видно, что православное вроде бы. Это, а на последней странице, вот, что я хотел прочитать, написано, издано издательством «Протестант». Не знаю тогда. Если она издана в «Протестант», это еще не говорит, что они могли взять православную и сдать. Нет, не надо просто, все. Понятно. Вы как-то долго ищете очень, мы много времени теряем. Да, я не знаю Библию совсем. Вот я вот... Ну, довольствуйте всем, что есть. Что в церкви говорят, что считать-то там. Есть книги, какие-то там Златоуста продают, может быть, Ефрема Сирина. Я не знаю, какие у вас там книги-то, все равно что-то продают. Евангелие должно быть только синодального издания. Никакого другого даже в руки не берите. Это враг насмехается над людьми. Я понял. Евангелие Московская издает Библию всегда правильную, всегда. Я понял. Так. Пятый вопрос. Ну, это ко мне относится. Злость и ругательство. Бывает, что вот злюсь от того, что вот и ругаюсь, что от непонимания, вот люди не понимают банальных вещей. Я вот злюсь на них, вот говорю, что это вот за такой тупой человек, вот. Это почему не понимают. Есть простых слов, допустим. Вот все надо растолковывать, разжевывать. А вот вы сейчас заметили, сколько раз я говорю Исайю, глава 13, я раз 5 вам говорил, вы бестолковый такой, я должен еще на вас злиться сейчас, плевать. Вот вы как раз и попали сейчас в то положение, как вы относитесь. А я же на вас не плюю, не отталкиваю. Да, я просто Библию не знаю, я открыл ее. А вот главное надо знать. А все остальное не на первом месте. Вы возьмите за эпиграф Евангелие от Яна 12.48, что Бог будет судить по этому Слову своему. А раз по нему судить будет, ну все понятно, по нему надо и жить. Я понял, Игнат Тихонович. Вопрос разобрали, зачеркиваю. Конечно. Это как, шестой вопрос, как и что читать в молитве, какие. Вот, к примеру, я вот читаю, ну молюсь, читаю канон покаянных Господа Иисуса Христу, страницу. Потом крестным знамением себя, вот накладываю на себя крестное знамение. Потом читаю пять акафистов Иисуса Христу и три акафиста Пресвятой Богородицы. Потом читаю ангелу-хранителю, вот молитвы. Потом, ну чтобы спать хорошо, вот, потому что плохо сплю, ворочаюсь. Вот. Потом читаю «Да воскреснет Бог» и только потом Евангелие читаю. Этого мало, Игнат Тихонович? Это много, это много. А почему вы плохо спите? А я не знаю, я вроде как, ну когда как, работаю, как получается, вот. Не всегда получается, на государственную строится, вот. Когда начальника устроится, где как платят. Давайте по порядку разберем. У вас рост какой? Метр семьдесят, метр семьдесят шесть, где-то вот так вот. А вес? Вес где-то давно неизвешен, но килограмм девяносто. Ну, я такой пухлый, вот. Ну, девяносто, это вот уже восемнадцать получается, да пятерку накинь. Вточник, двадцать килограмм вам надо скинуть. Двадцать килограмм. Почему? Потому что написано, толстая мысль, говорит, это в тело, от такого тела полного-то, и здравая-то мысль не придет. Толстая чрева не рождает тонкие мысли. Убрать. И за два часа до сна ничего не ешьте, не пейте. За два часа. Вот так. Возьмите для себя. Мясное едите. Мясное ем. Я спортом занимаюсь. Мало что. Не надо вам мясное. Пойди еще, едите свинину. Свинину нет, нет, нет. Я как мусульманин. Ну, не надо, не надо, вы это обойдетесь без этого. Переходите на зелень. Зелень, то, что организм лучше перерабатывает. Иначе вы больной, больной. А зачем больным себя считать? Ни одной таблетки в рот не берите. Нормальную работу имеешь, чтобы у тебя тело двигалось. Питание должно быть скудное такое. И такая поговорка есть. Мало яшть, мало пей и здраво будешь. А тело твое, как говорит свинья поросящая, будет визжать. Ой, не могу. А ты скажи, врешь, обманщица, можешь. Это ко мне относится. Ну, это до нас еще не было, а то уже люди там учились этим. Куда это годится так? Не лицо, а рожа какая-то получится. Да, вот. А по поводу молитвы много читаю, да? Много. Это зачем же один акапель столько раз считать, как заклинание? Вы уменьшите сразу его во много раз. Прочитайте ангелу-хранителю. Ну, а другой раз канон прочитайте Божьей Матери. Больше не надо. До одного канона вам хватит. Утренняя, вечерняя молитва и поклонов 100 поклонов. По лесовке, по четкам. Вот. Вам видно, нет? У меня есть такие. Есть такие. Ну, вот. Вот ты должен 7 раз в день становиться на молитву, если не работаешь. Нигде. 7 раз по 100 поклонов. 3 святые и 100 поклонов. Это один раз. А там уже ты... А утром считаем псалтырь, а вечером мы только один в этот заход. И своими словами дальше, какие есть нужды, о чем мы просим. Мы абсолютно обо всем молимся. Вот выборы были, а мы все время молились, Господи, по воле Твоей дай нам, руководителя, чтобы сдавали добрые законы, а его сохрани от покушения на него. Мы же не знали, кто будет-то. Поэтому мы должны выполнить написанное молитв за царей из начальствующих. Нам не выбрать никогда. Вот сегодня был один человек, вот у нас, завтра другой, поднялся против... Утром причащался, обещал, а я вас не признаю, патриарх, еретик. Человек, человек, дух злой вошел, начинает бесноваться. Я что ему должен сказать на это? Я могу только молиться и плакать. Другое нам не дано. А вот это, что я обозлюсь и могу вытащить, это добром не кончится. Вы за эти слова только просите прощения у Бога. Священник правильно сказал, отоди в сторонку и молись. Ты никого не видишь, не слышишь. А бабушкам этим скажи отдельно, храм вам не принадлежит, вы мешаете молиться. И профессор Осипов говорит, люди мешают, свечками колотят, приходят, бесам служат, бесам. Демонам служите. Вы людей на грех наводите. Это профессор Осипов говорит. И говорит правильно. Алексей Ильич. Понятно, перечеркиваю вопрос шестой. Да. Все мне понятно. Сказать только там. Вы сами-то в храме говорите, тоже нельзя говорить. Златоуз говорит, если женщине нельзя, тем более мужчине. Да как тем более? Про них же не сказано. Ты так понятно. Что ты будешь говорить, когда ты в храме должен священник говорить? А когда проповедь, тогда если ты хотя бы чтец, тебе разрешено. Ну а что ты скажешь, когда ты книгу пророка и не можешь найти? А ты молись. Лишнее себя убери. Поставь себя перед Богом. Я вот последний раз, когда сидел за Слово Божие в тюрьме, ну и я там все время свидетельствовал, и еще одна душа обратилась. И как-то это, не знаю почему, на начальство повлияло. И они нас обоих вывели и увели в подвал. И там в одной камере были мы с ним. А у него живот такой был, как пузырь. Вот пузырь, он смирно выходит, Дмитрий тут говорит, когда примерно так. Говорит, на двух сиденьях надо садиться. Там один стул не поместится кормой. Ну и мы там молимся. Я говорю, Володя, чего ж у тебя лишний вес-то? У него, ну прямо пузырь огромный. Он как начал поститься, неделя, вторая в рот ничего не берет-то. И прошло недели две, у него все исчезло. Организм истребил, сжег. Вот и все. А вот пост был, сейчас пост был великий. Вот, и я фактически кроме зелени ничего толком не ел. Ну, чай пил без сахара. Вот, и все из меня вышло. Все вот хульные мысли, все вот какие-то страсти, все повыходило. Но без мяса голова кружилась первые две недели. Ну, сказать, чуть не сдох, Игнатий Тихонович. Вот. Это что, во время поста вы мясо ели? Не, я говорю, мясо я не ел во время поста вообще. Держал строго. Я говорю, что без мяса, ну, голова кружилась и плохо себя чувствовал. Давление падало. Вот, чуть не сдох. Это вы сами придумаете. Голова... А ты зачем обращаешь внимание-то на это? Голова кружилась. Да кружись она, а я пошел. Чего она кружится? Она же не флюгер какой-то крутится. Ничего не будет. Ты скажи, врешь, обманщица, не отвернешься. Я тебя прижму как следует. А то ты на свою плоть говори так. Видишь, рабыня. Решила командовать над моей госпожой, над душой моей. Не получится. Вот тебе. И вот так вот ей фигушку покажи. Сам себе так. А потом вылыбнись и скажи, Господи, благодарю тебя за такое дело. А одолеть это надо. Плоть Царствия Божия не наследует. Во. Крестишься хорошо. Я широкий крест всегда этот делаю. То бишь, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Немножко подержу. Руку опускаю. И только тогда поклон. И до обуви, где земля. Между обувью и землю. Подошвой. Достаю пальцами. Только так. На усилие выдох. Когда вот наклоняюсь, выдыхая. Вот так вот. Еще бы. А там, представь, ты 20 килограмм каждый день носишь. Два полных ведра воды тебе дать, нагрузить в бурдюк. И ты день и ночь ходишь и спишь все это. Ну, кто ж тебе виноват-то? Ну, ты сам сидишь, хлюпаешь тут, как будто в преддверии ада. Огонь там, а ты все заливаешь и заливаешь. Вот выступают, я гляжу, там иногда, ну, известные такие священники. И хлюпают, ну, никуда не годится. При людях там. Никогда. Со стола убери все эти корчашки, чтобы духу не было. Все. А то мясо я и люблю есть. Да ты что, тигр какой или лев. Мясо не должно быть. Я не потому, что против мяса, оно не полезно. Куда ж такую массу? А есть такие люди, у него чуть не 100 килограмм лишнего веса. Носил я так, носил 100 килограмм. И по лестнице тяжело подниматься. И суставы коленные убиваются. И вот буквально вот у нас храм на высоте находится. И там по ступенькам, знаете, как Буденовская, вот лестница в Одессе вот эта вот. И когда поднимаешься, вот такая же лестница, вот уже запыхавшись. Я же рюкзак ношу еще с собой, там где что это, попить, там в городе, там поесть. И вот стою, пока отдышусь. Рюкзак. Ты еще с собой туалет возьми. Ну, я такой, Игнатихович. Это не годится так. Да какой же ты христианин-то. Я с собой все каждый день иду. Идет в храм или в город. Но ты дня два-то тебе даже нужды нет никакой. Просто руку одну съел и до следующего дня выкинь все это. Воды меньше пей. Это водянистый какой. Да. Мужчина должен быть сухой, тонкий, звонкий и прозрачный. Угу. У тебя сила должна быть, вот, понимаешь как, вот, с прошлых как, я вот больше полвека, я ни одно куска мяса не съел никогда. А зачем это нужно? Ничего не надо. Так это вы тут умрете, ничего подобного. У меня работа тяжелая. Бетонные работы, плотницкие. У меня все время было 280-300 процентов. За трех мужиков один. Угу. За один день две пищи от фундамента до трубы складывал. А они вдвоем делают, там чуть ли не неделю сидят. И любое дело. Я принялся за него. Я благодарю Господа. Ты мне это доверил. Доверил, Господи. Бога-то бойся, ну и радуйся. Написано всегда радуйтесь. А то ты грешишь. А что ради я буду грешить-то? Дух Святой мне подсказывать, этого нельзя. А сколько спишь? Сплю. Сейчас скажу. Ну, я поздно могу лезть, где-то в 11 вот так вот. И где-то вот до... Ну, если плохо усну, плохо засну, сплю где-то до полдесятого. Ну, ой, чуть не упал я. Ты еще... Ну, что ты смеешься надо мной? Да не может быть. Только спать. Мы всегда встаем в 4.40. Я знаю. Я знаю. В 4.40, понимаешь, нет? Вот я в свое время довел сон до 2.5 часа. И ничего лишнего нет. У тебя самому легко бежать. Вот мне 78 лет, а я по лестнице только бегом бегаю. Я знаю, Тихонович. У моряков такой порядок, что надо по лестнице бегом, потому что тут столпотворение может быть. И так это вдолбили там, и сохранилось на всю жизнь. Я благодарю Бога. Лишнего не надо ничего. Когда у человека лишний вес, это 4 причины. Запомни. Первое, нормальное, то есть натуральное обжорство. Обжорство. Второе, не менее важное в этом деле. Это человек не разбежится на работе. Он малая выработка, он пыхтит, он не может. У тебя тромбоз, и ты сковырнешься с лестницы, до верху не дойдешь. Второе, значит, обжорство. Лень. Третье, многоспанье. Куда что-то спишь-то такое, как мертвец. И четвертое, беспопечительность. Тебе разницы нет как там. Беспечность. Кто-то там упал где-то, как-то, что-то. Главное свое сохранить. А не так, так я по морде съезжу и вытащу на улицу. Игнат Тихонович, у меня есть видео, где вы на поле трудитесь, и вы раз так в повадке мешочком накрылись, и 20 минут поспали, и дальше трудиться трактористу помогать. Это у меня есть видео, я же пересматриваю. Или на ночь смотрю ваши видео, а потом вот так под них засыпаю. Ну, интересно, жизнь в деревне. Как вы воров поймали, как детектив. Вот очень интересно, как вы ему вправляли мозг ему. Это очень интересно все это наблюдать. Вашему каналу нет аналогов. Я вот смотрю, нигде нет. Я весь YouTube перелистал аналог вашему каналу. Ну, превосходный канал. Но дай бог, чтобы подписка и просмотры у вас росли. Ну, 19 миллионов просмотров, миллионов, это уже нас к средствам массовой информации система отнесла. Поэтому мы показываем все. Вот как мы встаем, как обедаем, как работаем. Вот сейчас какая там беседа была с Никитой. Вот вчера два ролика там были. Посмотрим. А вот уже скачаны у меня есть. Вот они. Вот. А сегодня, вот только сейчас я поставил. Мы с Игорем в деревне староста приехали, он на беседе был. И мы здесь беседы я уже поставил. Он больше часа. Да разве кто-то там Осипов или Ткачев поставит такой? Да никогда. Они в одном месте или в храме, или сидит за столом, прихлебывает тоже вот так вот, охлюпает. Фу, никуда не годится. Понятно. Игнать Тихонович, следующий вопрос, это иконы какие? У меня просто есть иконы, которые здесь покупали, и иконы, которые покупали в Грузии. Но они отличаются. Вот иконы, которые здесь купила, икона Пресвятая Богородица, там по бокам какие-то завитушки, какие-то эти вот мысли наводятся опять на эти вот все шестерки. И иконы в Грузии, которые без завитушек, с простым оформлением рамочным. Вот они здесь у меня рядом, у меня иконоскоп. Да ладно, ладно, ладно. Разницы никакой, лишь бы не было там насмешки. А как готовят ни то, ни другое, не являются истиной. Рисует художник с себя или с кого-то. А это икона, это не фотография. А то это первообраз. В первообразах одна бы была икона. А то празднование такой-то иконе. Одна икона больше почитается, чем другая. Икона почитается, не первообраз. На первообразе это одна. И Казанская, и Иверская, и Честнаховская, там, каких только нет икон. И все, Божья Матерь. А как? Да зачем же это нужно? Она там явилась. Да она что, другая явилась? Если к первообразу, значит так, вы иконе празднуете, это идолопоклонство неприкрытое. Идолопоклонники православные в таком случае. Вот, вот. Есть икона, ты, ну же, когда приложиться, приложись, когда в храме где-то там. И все, не больше того. Это, Игнат Тихонович, я вот заметил такую вещь, что, наверное, вы тоже этот вопрос разбирали. Я вот не помню какое-то видео, по-моему, с Виталием Калиниковым, по-моему, Сомского этот паренек. Вроде бы он говорил, что, ну, люди приходят в храм и сразу идут ставить, ну, в основном я заметил, и по себе тоже, что люди ставят сразу, вот, Николаев Годнику сразу ставят много свечей и просят. Там толпу собирается возле Матрона и Николаев Годника. Вот, вот ходит вот так вот, знаете, вот так вот, прямой линии, вот, от Николаев Годника до Матроны, там, вот, расстояние метров пять. Они ходят туда-сюда, свечи ставят и постоянно просят. Вот. Редко кто подойдет, ну, вот, к иконе, к Иисусу Христу. Ну, в основном ходит, вот, ставит свечи, все, свечи прям заполнены, вот, этот, как, как она заканчивается. Ну, вы, Александр, видели, как у нас, видели, у нас со свечами не ходят. Собирают, которые деньги, батюшка там им покупает на пасеке, наши сестры чистые льют свечи, и батюшка поставит сколько надо, так она благоухает, как на пасеке. А эти, там нет воска-то, там разные циррозины, чего-то ика нету, отрава. От нее, у людей катаракта, катаракта. И, как Владимир Головин говорит, пользы от свечи никакой нет, кроме копоти. А польза тем, кто будет мыть, им деньги платят за это. Я заметил такую еще вещь, когда ставят свечи, она, свечка не догорит, остается пять сантиметров, ее тушит и сразу убирают. И так полная корзина. У нас в уставе написано, не имеет права никто прикасаться, она догорит, помигала, погасла и все. Даже здесь ворует, даже на нагарках ворует. Мы в уставе записали, чистая, басковая и догорает до конца, все. Это просто связано, мне кажется, с десятины, что народ неохотно несет. И вообще народ должен отвечать за церковь, куда они ходят молиться. Да, десятина Богом установлена, а свечи не установлена. А они, знаете как, редко кто кинет, допустим, купюры в ящичек. У нас семь ящичков для милостыни на постройку храма. Вот у нас храм новый строится, где Лысогорка, лыжная база, там деревянный храм. Вот редко кто кинет денежку. Это в основном монеты кидают, то бишь там по пять, по десять рублей. А сами ездят, ну это не мое дело, на джипах ездят, на пальце крутят бревок от джипа. Вот такие все вот эти понты. А сами живут в кредит, в каблу. Ну это видно все. Ладно, давай по делу, Александр, это мне не надо совсем. Все, все, все. Вот последний вопрос. Восьмой страшный суд. В ноябре у меня лучший друг, мы с ним как дружили с детства, Евгений. Он, ну у меня лучший друг с детства, он любил выпивать, вот. Мы дружили с ним и как-то по интересам мы как-то разошлись. Вот допустим, вот как, он любит выпивать с компанией, по гаражам ходить, а я к таким себя не отношу к людям. В итоге он забрел в какой-то компании и как-то ушел в этот мир, где пьют, курят, матерятся. А Господь мне как-то отвел с Божьей помощью. И этот парень, вот, ему мама дала по переселению у нас с ноябрьска, квартиры в Тюмени дают. Там двухкомнатную ему дали. Он со скандалом выбил у матери ключи и поехал туда жить. Там каких-то дружков нашел по, ну, собутыльнике, вот. И мама приехала туда, чтобы его проверить. А он, знаете, там этот, Женя, а это кто? Вот ее Надежда зовут Женя, это кто вот к тебе приходит пить? Говорит, а это так, друзья мои, так. Мы иногда выпиваем. Вот, ну, мама, конечно, этот, мама всему радует, это же сыночка. Вот, она потом уехала в Ноябрьск, вот, а Женя там, ну, у него проблемы с работой были и с законом проблемы. В итоге он написал всем записки, ну, и покончил с собой, он с шестого этажа прыгнул. А снег еще толком не выпал, а я в это время по Тбилиси отдыхал. Это было в ноябре. Вот, как только приехал, я иду, вот, у нас здесь рядом мечеть, вот, в двухстах метрах от моего дома. Она идет и этот, говорит, Саша, здравствуй, я говорю, здравствуйте, тетя Надя, что с вами случилось? Говорит, Женька умер, этот, она так, знаете, обливается слезами, говорит, я его больше не увижу, я говорю, я не знаю. А что случилось? Говорит, он с шестого этажа упал, он выжил, но в скорой помощи умер. Он всем записки написал, что всех любит и прощает, и последнее слово сказал, мам, я люблю тебя, прости меня. И вот из-за того, что у него в миру не получилось, там, он свел счеты с жизнью, то бишь, он так посчитал нужным. Ну, эгоист, ему всегда, вот, все готово, там, велосипед, там, с детства машину, деньгами, вот это вот. Подробностей не надо, самоубийца идет в ад, все, в огне, в огне горит. И поэтому не надо никаких решений, патриархии и прочее, не надо обманывать. У него нет покаяния. Я понял. Через 40 дней, Игнат Тихонович, он, я утром проснулся и что-то лежу, смотрю в потолок. И буквально через 10 минут уснул, и он пришел ко мне во сне. Он обнял меня, он был в белом облачении, он был худой. На фотографии он был плотненький такой, залитый, вот, там, такой он пухнет. Ну, человек пухнет, когда воду пьет, прям как я. Вот, и он худой во сне ко мне пришел. И в белом облачении, вот, как, знаете, при крещении, когда трекратным прогружением этот крестит, белая сорочка такая. А вот он пришел, обнял меня и сказал, Саш, прости меня, мне надо идти. Я увидел только его облачение, его лицо, руки, он был абсолютно худой. И черная, черную комнату. Он одновременно пришел к своим сестрам и к своей матери. Вот, и я проснулся. Потом сказал своей маме, что ко мне пришел друг попрощаться. Я был в шоке. Нет, это не друг, это лукавый. Лукавый. И если он попал в ад, его никто не выпустит. Бывает, иногда святым разрешается, а грешникам нет. Чего ради он будет приходить-то? Он уже все, он кипит. Это сатана принимает вид человека. Это абсолютно во всех житиях все говорят. Никогда этому не верьте, тем более во сне. Дьявол принимает вид Ангела Света, чтобы обольстить. Вот возьмите Исаакия Печерского. Да мало ли их таких было. Это получается, Игнат Тихонович. Где-то год назад мне сон тоже был такой, что я сижу на стуле, и что-то у меня там какая-то болезнь была. Ко мне пришел Христос. Он был в белом облачине. Он смотрел прямо, у него был, в левой руке у него была Евангелие. Но креста не было. Была только в левой руке Евангелие. Он сказал, встань и иди, теперь ты здоров. И я просыпаюсь. Я был в шоке от этого, что сам Христос пришел. Да не может этого быть. Вы этому не доверяете. Верящий нам в то, что обнимающий свою тень, Серахов говорит. Глупый человек только может этому верить. Если ты креста там не видел, крест поперечина, это может быть от лукавого. Зачем тебе этим заниматься? Есть Писание и начинает трудиться. Работай, помогай. Нуждающихся должен увидеть, какие люди. Все вопросы? Да, я зачеркиваю, все вопросы. Все, теперь мы только не раньше 10 октября. Меня уже не будет. Я понял. Вы уже уезжаете в Потеряевку, да? Да. Ставят ролики, если Господь позволит. Там администрация, модераторы будут присылать. Я буду их рассматривать и тогда ставить. То есть они уже закачаны. Я только замки снимаю. Ну все, благодарю вас за чудесную беседу. Игнат Тихонович, до свидания. Спасибо, Христос. Слава Христу. Проблемы не говори никогда. А не решали вопрос. Все, понял, понял. Все. Спасибо, Христос.